Написано только, что реализация алгоритма работает за время O'C'1 умножить на С2 и требует O'C'1 умножить на С2 оперативной памяти. Но, как и в случае с вычислением Чейси Фибоначчи, легко заметить, что для вычисления очередного элемента таблицы нужно знать лишь несколько последних. В частности, при вычислении всех элементов этой строки нам нужно знать значение только элементов именно с первой строки. Все предыдущие значения нам уже можно забыть. Поэтому, на самом деле, нам нужна не вся таблица, а всего лишь две ее последние строки. Давайте вместо всех сайта 1 плюс 1 строк хранить две последние, текущую и предыдущую. Тогда, чтобы получить индекс, по которому хранится текущая строка, удобно использовать формулу D и N1. При увеличении и текущая и предыдущая строка будут меняться автоматически. Изменим все обращения к первому индексу таблицы D. Здесь тоже. И, кажется, мы добили желаемого результата. Компилируем, проверяем. вот тут я.